Вы смотрите новости на шестом канале в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Странная арифметика. В городе Кольчугино пытаются очистить и благоустроить центральный пруд, который давно превратился в болото. По первоначальному проекту на это нужно 80 миллионов. Местной администрации выделили 40, но в результате на торгах оказался контракт в 5. Но и их не смогли освоить срок. Очистку пруда, судя по документам, на сайте закупок должны были завершить к концу ноября. Но уже декабрь на исходе работы так и не начались. Константин Миронов пытался понять, почему так происходит. Некогда украшения центральной части города теперь жители Кольчугиной называют не иначе, как болотом. Этот пруд зарос тиной и мусором, а в знойные дни водоем еще и смердит. А ведь это самый центр. И здесь можно было бы сделать отличное место для отдыха. Именно с этой благой целью кольчугинцы подали свой проект благоустройства территории на областной конкурс. На реализацию попросили 80 миллионов, но выиграть не смогли. Однако прежний губернатор, понимая социальную значимость проекта, все же решил направить 40 миллионов на расчистку пруда и благоустройство территории. Так сказать, с барского плеча. Но кольчугинцы не верят, что территорию приведут в порядок. Ну, я не знаю. По идее, тут уже давно эту удочку закидывали по поводу этого пруда. У меня вот ребенок в технику не учится, считай. Вот. Не знаю. Я сама училась, мать училась. Никто ничего не делает, ничего незаметно не видно. Вообще-то ждем благоустройства всего города, а не только этого пруда. У нас нет тротуаров, по которым можно ходить. Пройти, например, чуть-чуть подальше вообще невозможно. Не знаю, вычистят или нет, но нормального состояния ничего тут, наверное, и не будет. Вскоре на площадке госзакупок появился контракт на торги. Правда, не на 40 миллионов, а всего на 5. По этому контракту подрядчик должен был обустроить лежневые дороги и провести ремонтно-строительные работы по очистке пруда. На конкурс заявились 5 организаций. В результате торгов цена контракта упала до 3 миллионов 153 тысяч рублей. То есть почти на 40%. И выиграл его индивидуальный предприниматель из поселка Бавлено, что в Кольчугинском районе. Фамилия этого предпринимателя – Артамошин. Зарегистрировано ИП в квартире обычного жилого дома на улице Лесная. А вот телефонов этого самого Артамошина в интернете найти не удалось. Равно как и информация об его ИП. А ведь, чтобы выполнить условия контракта, нужна техника. Есть ли она у Артамошина? Вопрос. В контракте четко обозначены сроки завершения работ. До 30 ноября 2018 года. Но на календаре – декабрь. А по словам жителей, лишь один раз к пруду подъехал экскаватор и тут же увяз в грязи. Ведь дорогу, предусмотренную контрактом, подрядчик так и не построил. В результате вытаскивать застрявшую технику пришлось с помощью муниципального грейдера. Заказчиком работ является администрация Кольчугинского района. Свои вопросы по контролю за бюджетными средствами мы решили адресовать заместителю главы. Тот аукцион, который был проведен, вышел подрядчик со сроком окончания работ 30 ноября. Соответственно, из-за погодных условий срок перенесен. Ориентировочная дата начала проведения работ – 10 декабря, как заверяется подрядчик. Соответственно, в рамках закона будут к нему применены штрафные санкции за нарушение сроков проведения работы. Мы решили посчитать, сколько же примерно стоит очистка пруда от ила. Для этого мы обзвонили организации, которые занимаются аналогичными видами работ. Оказалось, что средняя стоимость раздоработки грунта с последующей погрузкой на транспорт составляет 260 рублей за кубический метр. Объем илоб на пруду в Кольчугину, судя по документации, 21 840 кубов. Умножаем эти цифры и получаем сумму в 5 678 400 рублей. Это почти в два раза больше цены контракта. При этом с медом они включили транспортировку и утилизацию илового слоя. Если, конечно, подрядчик собирается его вывозить. А еще нужно сформировать берега и дно. Возникает вопрос, как подрядчик может справиться с такими объемами за такие небольшие средства. И что ему грозит в случае неисполнения обязательств. С этими вопросами мы обратились в одну из консалтинговых компаний, которая занимается проведением электронных аукционов. В том случае, если исполнитель вовремя не устраняет имеющиеся недочеты, то заказчик должен принять решение об одностороннем расторжении контракта, потому что он понимает то, что контракт будет не исполнен. И направляет материалов в федеральную антимонопольную службу для решения о включении подрядчиков и эстерных боссовестных поставщиков. Уже после нашего визита в Кольчугинский район, его глава Максим Борошенков собрал пресс-конференцию. В частности, разговор коснулся и пруда. По словам главы района, расторгать договор с подрядчиком администрации не будет, но штраф на него наложат. Признал Борошенков и то, что виноват в затягивании сроков не подрядчик. Я вам вообще открою такой секрет. Ну, может быть, я там... Я уже своих отрогнал. Во-первых, когда мы обсуждали чистку, я сказал, чистится пруд только зимой. Значит, и без меня меня как бы женили. Значит, со мной сроки не согласовали и сделали срок исполнения контракта 30 ноября. То есть я когда уже об этом узнал, было поздно. На этой же пресс-конференции глава района раскрыл секрет, почему конкурс был выставлен именно на 5 миллионов рублей. Оказалось, такую сумму главе просто кто-то подсказал. Я многих ребят, в том числе наших местных, пожалуйста, проедьте, промерьте вот это вот иловое отложение в нем, сколько это будет примерно стоить. Все назвали от 4 до 5 миллионов. Ну, они не подписывались под это. И когда уже пришло время заявляться на конкурс, мы опять к этим ребятам обратились. То есть у нас будет вот 5 миллионов, и мы готовы разместить. Они говорят, ну что, мы тут походили 15 миллионов минимум. Мужики, ну так не делается. Но мой конкурс будем объявлять на 5. Впрочем, жители Кольчугинского района такие ответы не удивляют. По их словам, в администрации в последнее время посты занимают не по профессиональному уровню. Например, МКУ, управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района возглавила женщина, которая раньше, как утверждают местные, была менеджером по продажам на том же самом заводе, в котором руководил нынешний глава района. Поэтому состояние дел территории людей уже не удивляет. Ну вот я сколько обращалась к ним, вот, например, даже к этому, к Борошенкову. Ничего он мне не это самое, не помог, не ответил. Это его право. Что значит в жилом фонде его право? Ну, в общем, когда мне не помогли, значит, плохо работают. Я так считаю. Вон, возьмите тот же кижать, там он развивается. А у нас нет инвестиций в городе, посмотрите. Нету. Кто виноват? Не привлекает руководство. Маленьким детям вообще негде, некуда ходить. Какой-нибудь каточек бы, какие-нибудь игровые комнаты. Очень мало у нас для маленьких детей. Мне нравится многое в городе. Мне нравится, вот, пруд не очистили. Обещали. Так. Мне нравится, захламлен лес за Белой речкой, роща. Это Белая роща или как там, она захламлена, не знаю чем. Ну вот это вина, наверное, администрации. Наняли и утопили трактор-то. Это администрация виновата. Конечно, в упадок. Завод закрыли, рабочих мест нету, в принципе. Людям приходится работать либо в магнитах с пятерочками, либо в Москву мотаться. Завод закрыл, который был градообразующим. Весь город работал на этих двух заводах. Там мебельная, насколько я помню, была какая-то. Не знаю, она сейчас существует или нет. Молодежь вся в Москву уезжает работать, туда-сюда мотаются. Что же касается реконструкции пруда, мы будем следить за развитием событий. Очень интересный итог, где остальные почти 37 миллионов рублей. И куда администрация района решила их потратить. Если на самую дорогостоящую часть работы очистку пруда выделили, лишь три с небольшим. Мы просим надзорные органы тоже не оставаться в стороне и проследить за тем, как соблюдается выполнение столь неоднозначного контракта. Константин Миронов, Егор Хребко и Артем Горчаков. Шестой канал. За плохое масло получил реальный срок. В Ленинском райсуде вынесли приговор Станиславу Фролову, который поставлял соцсуществление области некачественные продукты. Фролову признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении госконтрактов. По данным следствия, от его действия пострадали областной онкодиспансер, больницы, школы, детсады и роддома. Всего 25 учреждений региона. Как установил суд, полгода с декабря 2016 по июнь 2017 предприниматель в корыстных целях поставлял по госконтрактам бюджетной организации под видом сливочного масла растительный спред. Путем обмана соответствующих должностных лиц в учреждении заказчиков, полномоченных на заключение исполнения договора в поставке, включая приемку товаров и продуктов питания, предоставив заведомо неполную и недостоверную информацию о товаре, похитил бюджетные средства в особо крупном размере посредством поставок от имени подконтрольных организаций не надлежащего, менее дорогостоящего товара под видом масла сливочного. Причиненный государству ущерб под действием Фролова оценили в 6 миллионов 100 тысяч рублей. Эти деньги предприниматель уже вернул. Фролов вину полностью признал. Сотрудничал со следствием, но все равно получил реальный срок лишения свободы. Жена подсудимого не смогла сдержать слез. По мнению защиты, такой приговор слишком суров. Проблемному поставщику, который поставлял детям некачественное масло, назначили три года колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей. Половину от этого срока Фролов уже отсидел в СИЗО и под домашним арестом. Теперь адвокаты подсудимого будут обжаловать приговор в надежде на условное наказание. Фролов впервые привлекает с уголовной ответственности за поступления, носящие экономический характер. То есть у него большое количество смечающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств. Он как личность характеризуется положительно. Кроме того, если посмотреть судебную практику по аналогичным делам, то за данные поступления, с учетом всех обстоятельств дел, конечно, он мог иметь право получить условное наказание, чтобы он остался со своей семьей, со своими детьми. У него осталось на жидение мать, пенсионер. То есть непонятно, кто за ним теперь будет ухаживаться. Далее коротко еще о некоторых значимых событиях этого дня. Парковку в центре ограничат. На время работы ярмарки, то есть 21 декабря до 13 января, в центре Владимира запарковаться будет сложнее. Временные дорожные знаки, ограничивающие остановку машин вдоль дороги, будут установлены на улице Музейной, на участке от улицы Большой Московской до улицы Подбельского. Исключение сделают для туристических автобусов. Российские железные дороги тоже подготовились к новогодним каникулам. С 28 декабря в расписании появится дополнительная экспресса. Они будут курсировать по межобластным маршрутам Горьковского, Казанского, Киевского, Курского и Ярославского направлений до 8 января. Актуальное расписание можно найти в интернете, в том числе на нашем сайте 6tv.ru или уточнить на железнодорожных станциях. Владимирские оперативники задержали женщину, которая, представляясь сотрудницей социальной службы, предлагала пожилым людям обменивать старые денежные купюры на новые. И старики верили, меняли настоящие деньги на билеты банка приколов, которые давала им лжесотрудница соцслужб. После нескольких обращений полицейским удалось задержать подозреваемую, ей оказалась 49-летняя жительница соседнего региона. На данный момент женщина помещена под стражу, ей инкриминируют 9 эпизодов мошенничества. Всего пожилые люди отдали злоумышленнице около 350 тысяч рублей. В ожидании ярмарки и новогодних развлечений. Уже завтра во Владимире откроется наша новогодняя ярмарка. Традиция появилась в городе сравнительно недавно, но быстро полюбилась горожанам. И сегодня мы пригласили в нашу студию Наталью Литвинова, заместителя начальника городского управления по культуре и туризму, чтобы узнать, какие сюрпризы ждут владимирцев в эту новогоднюю ночь и в каникулы. Наталья Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, расскажите, пожалуйста, чего же нам ждать в этом году от нашей главной городской ярмарки? Ну, во-первых, счастья, радости, сюрпризов и новогоднего настроения, как, собственно, и каждый год. Мы каждый год пытаемся придумать что-нибудь новенькое. Но начну я, наверное, не с нашей ярмарки, а коротко скажу о том, что каждый год новогодницы, с 2012 года новогодние столицы России кочуют с одного города в другой. В 2015 году она была у нас, все это помнят, насколько это было грандиозно. И вот с тех пор мы пытаемся держать эту планку. И расскажу вам, мы были в последней нынешней столице новогодней в Туле. Мы видели открытие, мы видели, как украшен город. Я хочу искренне сказать всем нашим горожанам и гостям города, что у нас ничуть не хуже, вполне возможно, даже лучше. То есть мы остались внутри, в душе новогодней столицы России, как и в 2015 году. А вот если можно было подробнее про сюрпризы. Какие сюрпризы в этом году ждут Владимирцев? Чем отличается вот эта ярмарка от предыдущих? Ну, уже, наверное, вы заметили, что у нас на Соборной площади изменился ассортимент, если так можно сказать, аттракционов. Появились совершенно такие уникальные аттракционы, которые были заказаны специально под город Владимир. Это так называемый бублик-кросс. Это возможность покататься как бы на ватрушке и на карусели одновременно, прямо по снегу. Такое развлечение. Удивительный ветерок, который летом приносит одни ощущения, а зимой другие. Я считаю, что это тоже интересно. Новые паровозики. То есть очень много новых аттракционов. Можно покататься на хасках, на маламутах, прямо в парке Липки. Сейчас это возможно и в загородном парке сделать, и в парке Центральном. Но вот у нас на Соборной площади рядом, в самом центре сердца нашего города, квадроциклы и снегоходы для деток тоже будут. Это прошлогоднее такое приобретение. И нам понравилось. Отклик понравился горожан. Поэтому будут кататься тоже. Что из сюрпризов? Конечно же, 22 числа в 14.00 мы откроем грандиозным концертом новогоднюю нашу ярмарку. И будем ждать в гости нашего дедушку Мороза, главного Владимирского деда Мороза. Он обязательно с каким-нибудь удивительным сюрпризом приедет. Он никогда просто так не приезжает. У него всегда что-нибудь новенькое. Будем с нетерпением ждать. Всех приглашаем. Новогодняя ночь не станет, наверное, сюрпризом, потому что она уже традиционная много лет. Мы обязательно включим прямую трансляцию. Мы услышим президента. Мы посмотрим первый канал. Вообще все замечательно и весело. И кто захотел бы справить новогоднюю ночь под главной елью города Владимира, то, пожалуйста, милости просим. А вот уже сейчас мы начнем традиционную такую дискотеку веселую, на которой можно будет потанцевать, чтобы не сидеть за столами, а просто на свежем воздухе как-то заняться немного таким развлечением, спортом. Ну а после Нового года какие центральные мероприятия, которые приняты у Владимира в эти 10-дневные каникулы? Каждый день. Вообще все новогодние праздники и выходные дни, начиная с 22-го числа, у нас обязательно на Соборной площади будет мероприятие. Помимо этого в парках города везде, на площади Победы изредка, на площади около ДКМ у традиционного мероприятия 4-го числа. То есть, в принципе, каждый день, и не один раз в день, а два раза в день можно прийти на Соборную площадь и не только насладиться зимними катаниями, но еще можно посмотреть концерт, поиграть в какие-то игры. Помимо наших владимирских артистов будут из Мурома, из Иванова артисты, будет много новогодних сюрпризов и очень много подарков. Как их получить можно? Где? Ну, вот 22-го числа нужно обязательно прийти на площадь и поучаствовать в мероприятии. Во-первых, там Дед Мороз будет награждать всех победителей конкурса, который состоялся 18 ноября, в его день рождения. Я уже открою секрет, он с нами поделился этой новостью. Это 18 семей, это много, и в каждой семье несколько детей. Это были удивительные поделки, открытки с великолепными текстами. Они действительно очень старались, Дедушка Мороз их отметила. Подарки они обязательно получат прямо тут на Соборной площади. Ну а скажите, вот сейчас мы наговорили много информации, где же все-таки посмотреть подробную афишу всех наших праздничных мероприятий? Ну, во-первых, уже на всех остановках висит афиша, причем она висит в двух вариантах. Одна афиша – это все наши новогодние мероприятия, проводящиеся в учреждениях культуры, причем не только городских, но и областных. Там можно увидеть все расписания сказок, полную-полную подробную информацию. Вторая афиша – это ярмарочная афиша больших крупных уличных мероприятий, которые начинаются с 21 числа, с открытия катка, и заканчиваются 13 числом, с забегом Деда Мороза. И еще, если можно коротко, кто в этом году будет на нашей ярмарке? Кто приглашен? Только владимирские умельцы? Или будут опять-таки гости из других стран? Вот из других стран откликнулась Беларусь и Чехия. Так, Владимирская область присутствует, конечно же. И соседние области также приглашены и с продукцией промышленной, и со всякими снедью, со вкусностями. Все традиционно, как бы уже люди к нам едут, мы ждем. Я думаю, будет все замечательно. Спасибо вам большое. И я напомню, только что мы беседовали с Натальей Литвиновой, заместителем начальника управления по культуре и туризму администрации города Владимира. Современные прожекторы, эффектные световые декорации и 3D-проекции на сцене. Областному театру драмы обещают масштабную реконструкцию постановочной системы освещения. На эти цели областная администрация готова выделить больше 200 миллионов рублей. В год театра в России коллектив одного из главных учреждений культуры региона с нетерпением ждет перемен. Подробности Воксаны Любимовой. Скучные правила взрослого мира, я бы исправила я... На сцене областного театра драмы идет репетиция новогодней сказки «Алиса в стране чудес». Юных зрителей ждет история волшебных приключений девочки в зазеркалье с интересными декорациями и завораживающим световым оформлением. Световая партитура спектакля исполняется со специального пульта. Над сказочной атмосферой в зале вместе с режиссером и актерами колдуют осветители. Им приходится буквально творить чудеса на давно устаревшем оборудовании. Перед спектаклем осветители, в зависимости от цветовой партитуры, фильтруют прожектор в нужный цвет. Ну и направляют его, соответственно, в нужное место. Вот это требует времени, это требует достаточно физических затрат. Это старые аппараты, использованные галогеновые лампы, используются фильтры. Системе постановочного освещения областного драмтеатра почти 50 лет. А ведь это оборудование отвечает за работу трех сотен прожекторов, которые тоже давно отработали свой ресурс. В театре мечтают о современных прожекторах, которые автоматически меняют свет и передвигаются в нужное место по заданной программе. Один стоит 200 тысяч рублей, а стоимость световой вращающейся головы, которая так нужна для постановок, и вовсе полтора миллиона рублей. Пока осветителям порой приходится прямо во время спектакля устранять технические неисправности. Ведь когда свет в постановке, как действующее лицо, зритель не должен заметить даже мелких шероховатостей. Выходит из строя патрона, выходит из строя линзы. То есть прожектор просто разваливается по частям. И вот это героические усилия осветителей. Если, например, это важная световая точка, то в это место направляются два прожектора. В данном случае, если один перегорает, то есть некий резерв. Такое устаревшее оборудование не может выполнить те художественные задачи по свету, которые ставят современные режиссеры и современный постановочный процесс. Театральный коллектив областного театра драмы рассчитывает, что новая система постановочного освещения появится в ближайшие несколько лет. На торжественной церемонии открытия Года театра в России губернатор Владимир Сипягин пообещал, что до 2021 года область поэтапно выделит на это 205 миллионов рублей. В рамках технической модернизации планируется заменить силовое оборудование, все линии электропередач, прожекторы и световой пульт. Кроме того, новое освещение дополнит аппаратуру, позволяющая создавать 3D-проекции и быстро менять масштабные декорации. Используется несколько проекторов, используются большие площади и мы получаем некую замену декораций. То есть мы на одной плоскости можем спроецировать целое здание или, например, лес или, не знаю, какую-то поляну. То есть изменить место действия мы можем не с помощью перемещения декораций, а с помощью изменения видеопроекции. В год театра у коллектива Владимирской драмы большие планы. Зрители ждут яркие премьеры, фестивали и встречи с любимыми актерами. Например, в апреле в областном театре драмы впервые пройдет фестиваль Международного союза театральных фестивалей «Театр Территория Единения». Владимирцев будут радовать лучшими постановками из России и ближнего зарубежья. Оксана Любимова, Артем Горчаков, 6 канал. Подарили хоккейный корт. Сегодня в микрорайоне Оргтруд в торжественной обстановке открыли обновленную хоккейную площадку. Жители микрорайона давно ждали этого события и возлагают на новый спортивный объект «Большие надежды». Тему продолжат мои коллеги. Несмотря на рабочее время, сегодня на улице Оргтруда многолюдно. Для жителей микрорайона сделали подарок. У них появилась долгожданная хоккейная коробка. Раньше она стояла у 21-й школы, но потом оттуда ее убрали. И какое-то время спортивная коробка ждала новой прописки. И вот сегодня началась ее вторая жизнь в Оргтруде. Администрация установила вокруг коробки освещение. И теперь, надеются жители, здесь можно будет играть в хоккей и кататься на коньках до позднего вечера. Хоккейная команда «Химик» – это химического завода Владимирского хоккейной команды. Для них завод, профсоюзный комитет завода, построил эту хоккейную площадку. Она куплена в советское время, в 80-е годы или даже раньше. Она тогда простояла, ей ничего не сделалось. И сейчас она еще прослужит очень много. Почему? Она сделала из очень прочных материалов. Гостей праздника развлекали Дед Мороз со Снегурочкой, а также творческие коллективы местного ДК. Маленькие гости праздника получили сладкие подарки и посмотрели на показательное выступление фигуристов. Мы так возмущались, что детям зимой негде будет кататься. А сейчас такую площадку хорошую открыли. Мы очень рады. Не только здесь дети катаются, но и взрослые. Приходят вечером все с семьями. Дополнительным подарком для собравшихся стал товарищеский хоккейный матч между дворовыми командами микрорайонов «Орктрут» и «Лесной». Приходящий кубок в итоге получили гости, которые одержали решительную победу со счетом 0-4. Замечательно. Относительно прошлых лет лед за лизом. Шикарно. Есть разметочки. Детям приятно, наверное, будет. И если погода не подведет, будет постоянно здесь играть. Глава Фрунтинского района пообещал, что в следующем году в «Орктруде» появятся новые спортивные сооружения, столь необходимые жителям. Ну а пока и дети, и взрослые планируют активно осваивать коньки. Никита Каргаев, Константин Миронов, Егор Хребко. Шестой канал. И это все, о чем мы успели сегодня рассказать. Сразу после информации о погоде смотреть очередную серию нашего проекта «Кто, если не мы?». Ну а я прощаюсь с вами. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Завтра днем в областном центре будет малооблачно. Возможен небольшой снег. Столбики термометров покажут минус 10-13 градусов по Цельсию. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 86%. Такого во Владимире еще не было. Алиса в Зазеркалье на льду. Ледовое шоу мирового уровня для всей семьи. 7 января. Ледовый дворец «Полярис». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok